В редакцию «Вести» обратились жители нескольких домов Черкесска. По словам людей, состояние фасадов и коммуникаций давно нуждается во внимании со стороны обслуживающих организаций. Однако этим горожане по непонятным для них причинам обделены. На месте в ситуации разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Этот двор в Черкесске общий для многоэтажек Паперомайска и Ворошилова. Несколько лет назад его благоустроили по федеральной программе. Жители были рады получить в пользование комфортную территорию. И теперь сами прилагают немало усилий, чтобы сохранить её и приукрасить. Жаль, говорят, что добиваться выполнения тех или иных видов работ удается только посредством обращений к властям. Иначе никак. Нам сделали крылечки, потому что мы писали в дом правительства. Нам кое-как сделали. Заодно наше крыльцо было развалено, ходить нельзя было. И сделали два этих. А угол дома, где действительно всё обвалено, сейчас пусть посмотрим, там снимет, никто его не делал. Мы сказали, ну замажьте просто, не красьте ничего. Вот замажьте его. Никто его не замазал и сказал, у нас нет ни цемента, ни раствора. Фасад четвёртого дома по Ворошилово постепенно разваливается. Порой хватает прикосновения, чтобы из крыльца вывалился кирпич. Сами люди и рады бы отремонтировать, но квалификация не позволяет. А те, кому платят за обслуживание, почему-то игнорируют проблему. Проектом предполагалось, что эта коморка станет местом сбора общедомового мусора. Затем её приспособили под комнату для инструментов дворника. Однако вместо мётел, совков, лопат тот складировал найденные вокруг домов бытовые отходы, неприятный запах от которых поднимался в квартиры людей. Та же управляющая компания должна тоже наводить порядок. Дворник должен убирать мусор. Вот сейчас прозвучали жалобы людей, что этого не делается. И какая ещё проблема? Вот делают дворы, а порядок в подъездах, во дворах, то есть именно текущий ремонт многоквартирных домов остаётся под большим вопросом. То есть управляющая компания его не производит. Соседний шестой дом тоже нуждается во внимании со стороны обслуживающей организации. Эти кадры – лучшее подтверждение, что после выпадения осадков один из подъездов напоминает маленькую Венецию. По этажам хоть вплавь передвигайся. И люди уже не особо надеются, что их проблемы будут замечены, услышаны. По заверениям представителей мэрии и общественников, они проконтролируют решение вопросов. Эксперты регионального народного фронта посетили и жителей домов по улице Ставропольской, которые с конца апреля остались без горячей воды. Включаешь кран, а в ванну течёт холодная жидкость. Спустя несколько минут её температура падает ещё ниже. Обращались мы в тепловые сети узнать, в чём проблема. Они, значит, нам ответили, что тот участок трубопровода, на котором авария, этот именно участок никому не принадлежит, не стоит ни у какой организации на балансе. Там авария, и поэтому собственники дома должны делать ремонт за свой счёт. Когда-то в этот дом заселяли работников почты. За организацией числились и коммунальные сети. Позднее жильцам назначили обслуживающую организацию «Мегаполис». Однако для неё оказалось невыгодно присматривать за двухэтажным строением с 21 квартирой. И через год дом вновь остался без управляющей компании. Оказалось, что это не новая ситуация для города Черкеска. Есть ряд домов многоквартирных, у которых точка ответственности – это не стена дома многоквартирного, а некие колодцы тепловые в данном случае. Я бы рекомендовала в связи с этим старшим домов, тем, кто отвечает за это, всё-таки обратить внимание на первичную документацию и ещё раз свериться с тепловыми сетями, с водоканалами, где у них точка ответственности, балансовой принадлежности. По словам общественников, у жильцов дома есть право на определение формы управления и выбор управляющей компании. Либо им остаётся дождаться, когда обслуживающую организацию назначат городские власти. Народный фронт пообещал разобраться в ситуации и сделать всё возможно, чтобы под трубом как можно скорее пошла горячая вода. Около трёх месяцев осталось до начала отопительного сезона. А значит, уже сейчас необходимо проверить и все имеющиеся коммуникации, чтобы не латать дыры в период холодов. А вот что для себя могли бы сделать сами горожане, так подать до 20 июля заявку на участие в программе благоустройства? Детям этого двора сейчас негде играть. Найти себе развлечение они, конечно, смогут. Но понравится ли оно старшим? Поэтому лишние безразличные отношения всех заинтересованных сторон поможет сделать лучше и сам город. Артур Махцера Солбердиев, Вести, Карачаев, Черкесия.